На этот раз убирали на территории перед бывшим заводом «Мусон». Свалка здесь была обширной и имела несколько очагов. Но активисты движения, вооружившись перчатками, лопатами, граблями и пакетами, смело вступили в схватку с мусором. Приходит 50, больше человек. Относительно города – это небольшое количество людей. За всех мы не уберём. А мы хотим, в первую очередь, привлечь внимание общественности к этой проблеме, и показать, что есть люди, которые готовы приходить, готовы с этим бороться. В прошлом субботнике на Сапунгаре действительно приняли участие около 50 человек. Год назад на уборки от Севсвалкинеты вовсе выходили не более 30 севастопольцев. А сегодняшняя акция стала самой массовой за всё время существования общественного движения. Она собрала 83 человека. Приходили целыми семьями. Дети охотно помогали взрослым. Я пришёл на субботник впервые. Вот собрал пока вот такой вот мешок. Я помогала взрослым. Мне нравится это делать, потому что я люблю свой город Севастополь. В ходе уборки пришлось делать и неприятное открытие. Взглянув на некоторые горячие точки свалки, были шокированы даже видавшие виды активисты движения. К таким местам детей не подпускали. Конечно, страшно, что практически в центре нашего города такое творится. И если специфика каких-то других субботников была в том, что просто много мусора, то, к сожалению, я сейчас поняла, что наш город болеет наркоманией. Такое количество шприцов, которое найдено в центре города, меня просто убило. Я за своих детей боюсь. Я сразу отвела детей, например, в сторону. Дальше больше. Уборка идёт полным ходом, а в метре от работающих активистов без зазрения совести трое молодых людей продолжают принимать наркотики. Правда, шприцы на сей раз обещали унести с собой. По прошествии двух часов субботник завершается. Начинается подсчёт наполненных мусором пакетов и подведение итогов. Один такой пакет имеет вместимость 120 литров. Сегодня собрано более 300 пакетов, а это значит, что в них находится около 36 тысяч литров мусора. Трудно поверить, что весь этот мусор скрывался где-то здесь, рядом, на сравнительно небольшой территории. Координатор движения Севсвалкинет отмечает, что потрудились на славу. Однако, к сожалению, не всякую свалку можно устранить силами простых добровольцев. Например, не стали трогать участок, превращенный в настоящую помойную яму или даже туалет под открытым небом. Слева там довольно большая свалка, которую мы своими силами не можем сейчас убрать. Это будет пустая, бесполезная трата времени. На неё надо подавать правильно жалобу и требовать, чтобы либо администрация мусона, либо районная администрация её убрала. Активисты надеются, что чистота перед мусоном будет сохраняться как можно дольше. Но это уже зависит от каждого, кто здесь бывает.